Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело. Вы знаете, ко мне прям налетело комментариев и под разными видосами об доброделах, что якобы они такие хорошие, прямо чудесные. И что же я вот никак не отцеплюсь. Ребята, которые поддерживают доброделов, мне реально вас жалко. И если вы считаете, что это помощь, да, сидеть, снимать все подарки и фиксировать, сколько там подушек, и не потерялись ли курочки, и не реагировать на боль и страдания человека, который просто умоляет купить таблетки, то мне вас жаль. Жаль от того, что у вас такое хладнокровие внутри. И больше на эту тему я просто не хочу говорить. Значит, у доброделов у нас вышел новый видеоролик. Пополнение в семье Сергея. То бишь, там родились два щеночка у Матильды. Мальчики у нас такие прям добрые, придобрые. Притащили два килограмма куриных лап, значит. И тут же отчитываются, что всего лишь два килограмма, потому что места в холодильнике у Сереги нет. Поэтому вот так якобы решил хозяин, да, куриных лап. Ох и еда, ох и еда для Матильды. Куриные лапы. Значит, и решили, да, решили покормить на камеру Матильду. Говорит, давай откроем, давай ей дадим поесть, чтобы она, то бишь, отвлеклась едой, а мы поснимаем щеночков. Вот же доброе дело сделали. Поснимали щеночков. Вот знаете, сколько писали, сколько кричали им, стерилизуйте Матильду, стерилизуйте Матильду. Теперь им пишут, да, пристройте щеночков. Ребята, найдите добрые руки. Какие вы молодцы, что вы покормили собак. Да, прямо, прямо такое доброе дело сделали. Прям хвалят, не нахвалят. А сами-то мальчики, видно, как брезгливо относятся к этим собачинятам. Значит, Игорь как говорит, Серега, как так пройти, как туда пройти, чтобы они нас не выпачкали, да? И как он брал этих щенков, вы заметили? И с той стороны, и с этой стороны так, чтобы взять, чтобы только не запачкаться, только не вымазаться. Вы знаете, человек, который любит животных, не боится, что вымажется, не боится, что придется там руки помыть или штаны постирать, знали, куда идут. И я не думаю, что они не знали о том, что там щенки. Ведь все-таки купили же этих куриных лап. И вот эта вот такая показушность постоянная, настолько противна. Прям они такие всем сочувствующие, всех любящие такие прям. Так любят они детей, ой, людей. Так сочувствуют. Видели мы, какая любовь. Видели мы, какая любовь к Бабе Галей. Видели мы, какая любовь к Леониду. И, между прочим, да, история с Леонидом продолжается, повторяется точь в точь, ребят, как история была с Бабой Галей. Страшно на все это смотреть. Страшно за всем этим наблюдать. А комментарии, ребят, посмотрите, какие слащавые. Игорь, пожалуйста, почаще поносите корм Матильде, потому что она кормит щенят. Ее надо хорошо кормить. То, что они людям не помогают, да, людям. И вот в таком положении, как Леонида оставили и умотали, подушки проверять для начала пошли и уже попрощались. Курочек проведать пошли. И пофигу, что человеку плохо. И вы хотите, чтобы они щеночков еще содержали? Ну, это ежели кто-то из сердобольных зрителей будет отправлять деньги. А у нас очень много сердобольных людей, которые любят животных, которые даже с животными больше смотрят видеоролики, нежели с людьми. И, кстати, какая-то вот тишина, прям таинственная, относительно дома Сергея. Ничего никто не говорит. Никаких новостей. Ну да, у них же мудрый юрист, грамотный юрист, который дает дельные советы, хорошие консультации дает, во всем помогает. Но то, что нет сдвига у Жени с жильем и нет сдвига у Сереги с оформлением дома, говорит совсем о другом. И какой хороший комментарий написала Горохова Нина. Прям сняла у меня с языка. Вы, ребята, не оправдываете название своего канала. Смотришь и болит душа. С таким названием нужно стремиться оправдывать доверие подписчиков. Люди прямо кричат. Зачем показывать, как все плохо? Вы думаете, что люди увидят и начнут помогать? Я уверена, что вы на это и рассчитываете. Извините, спасибо за лапки куриные. Вот правда, ребят, они на это и рассчитывают. Точно так же рассчитывают, видимо, с Алексеем, что люди сердобольные начнут писать, возможно, деньги присылать, какую-то помощь, на медикаменты, еще на что-то для Алексея. Так же здесь и с животными. Ну, только вот как-то, знаете, для животных почему-то люди отдают больше, нежели для людей. Может быть, потому что животные не умеют разговаривать, и если им больно, они не покажут и не скажут, где болит. И им сложно найти пропитание, ну, нежели человеку, так как животные не умеют работать и зарабатывать. Ну, а такие комментарии. Господи, ребята, спасите животных и маму, и деток. Это не хозяин, а одно недоразумение. Ребят, просто смешно такое читать. Ребята будут спасать щенков. Я вас умоляю, как они будут спасать? Себе домой заберут. Игорь, вон, брезгует дотронуться до них, поднимает, смотрите, как тащил этого щеночка пепельного, вытаскивал так из будки, что тот и скулился весь. Прям-таки они заберут на спасенье. Угу. А бедная Матильда так просит, чтобы ее погладили. Но Игорь сторонится ее, лишь бы только не вымазала. Да, наш частюля, так а-ля любящий собак и кошек, да, боится, боится, чтобы к нему лишний раз не подошла собака, дабы не вымазала. Слушайте, противно смотреть постоянно на эту показушность. Противно. Да, действительно, сняли видос, чтобы на корм денег прислали. Вы думаете, они снимали для того, чтобы их пристроить, этих щенят? Да, раньше надо было думать, когда кричали, прям, можно сказать, кричали, стерилизуйте собаку, когда эти кобели толпами возле нее ходили, и Серега об этом говорил. Что так сложно было и катастрофично? Да зрители бы скинулись бы, скинулись бы на стерилизацию, скинулись бы даже на время некоторое нахождение Матильды в клинике ветеринарной. Но зачем это нужно? Да, потом и щеночков поснимаем, и почаще поприходим, и на щеночков еще бабосиков накидают. Фальшиво, противно. И вы знаете, недавно мне поступил такой комментарий, что, Оля, неужели ты такая наивная и веришь в то, что благотворительные все эти каналы действительно от души делают добрые дела? Все ради денег. Ну, вы знаете, возможно, немного не соглашусь. Да, конечно же, каждый хочет иметь зарплату, огромные просмотры, чтобы получать неплохую зарплату. Но есть каналы, которые, ну, хоть что-то реальное делают. Пусть даже это может быть красивая картинка, но это точно недобрые дела, которые мы видим на канале Доброе Дело. И сколько я не пыталась, повторюсь, рассмотреть хоть что-то доброе, хоть что-то дельное на этом канале, я до сих пор это не могу увидеть. И чем дальше, ребят, тем все хуже и хуже. Растребушил этих щенков, что они потом развизжались прямо на всю округу. А сам бегом-бегом искать умывальничек, да, с мыльцем, чтобы помыть руки. Да, вот так вот мы брезгуем животных. Маленьких щенков. И такую якобы любимую Матильду, которую они так любят. Все гнилая показушность. И более ничего. Ну, а дальше, ребят, просто смех. Проверяющий Игорь опять начал проверять огород Сереги. Что там Сергей просадил. Даже заинтересовался цветами, луком. Говорит, ты что, только картошку посадил. Слушайте, ну какое тебе дело до того, что Серега садит? Ну, это просто уже от нечего снимать. Хоть что-то снять, чтобы подлиннее получился видеоролик. Не напищали еще щенята на примерную длительность ролика, поэтому пойдем проверять огород. Ой, ребята, какая щедрость. Даже зафиксировали в видео, что Игорь Сереге положил на телефон аж целых 50 рублей. Ну, это уже вообще просто перебор добрых дел именно для Сергея. Ребят, просто нет слов. Нет слов, когда я смотрю канал Доброе дело вместе. Теперь они Доброе дело вместе. Раньше то Доброе дело, то Доброе дело вместе. Ребят, нет добрых дел ни вместе, ни вместе. И как бы я их ни искала, найти не могу. В общем, я буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду именно вашего мнения, потому что свое мнение я не навязываю никому. Каждый вправе иметь свое мнение. Ну и, как всегда, прежде чем с вами попрощаться, я желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, мои хорошие, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.